всем хайку друзья с вами как всегда дезертира я хочу сказать вам что сегодня таки 20 лет диабло но самом деле юбилейное обновление этого диабло и нам вернули одну страшную вещь под названием тристрам те кто играл на ptr и возможно уже с ней знакомы мы же мы знакомимся все таки с этим подземельем из первого диабло более подробно поэтому давайте посмотрим что же нам подготовили blizzard я лично там еще не был но думаю что мне также как и вам понравится то что я там увижу будем пробовать скорее всего на истязание я думаю что это будет самое то ну что ж дорогие друзья вот мы очутились новом тристрами и собственно чтобы попасть в это интересное дополнение которое ввели blizzard и к двадцатилетию а точнее юбилею диабло мы должны с вами либо телепортироваться либо просто пройти по вот этой зоне дабы дойти до нужного нам места а именно до собора чтобы попасть собственно в новое вот это вот дополнение нам нужно попасть вот к этому замечательному месту откуда мы собственно и попадаем внутрь внутрь вот этого вот первого диабло скажем так которые переместили в наше третье и так здесь немножко изменена стилизация как вы видите выглядит все совершенно по-другому тела пепина для дух этого человек умоляет помочь у раненым и хворым а вот такие дела видите он действительно тело заперто крепкий напиток а вот видите чтобы открыть те или иные вещи нам нужно все таки обладать с теми или иными вещами ладно 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 в принципе это логично в принципе это логично мне уже интересно что что здесь надо будет делать есть такой очень как будто дух самом деле ну давайте посмотрим давайте посмотрим пойдемте дальше я думаю что что-то мы найдем теперь мы как раз будем спускаться в собор о котором и шла речь как видите локация немножко преобразилась здесь можно пройти напрямик теперь не обязательно обходить клинок цунами нам выпал я не думаю что нам понадобится давайте осмотрим немножко локацию я надеюсь что здесь будет что-то интересненькое такое здесь должен был быть портал но и пить его здесь нету я думаю что это нормально потому что мы и так находимся в некой локации кстати из которой можно спокойно переместиться так вот падение три страма что же что же что же нас здесь ждет нужно убить владыку ужаса лабиринт первого уровня у нас появились первые мобы в принципе здесь все то же самое на самом деле с исключением только графики стилизованный вот старый диабло выглядит прикольно ну кстати у нас как вы видите персонаж передвигается теперь по некоторым осям то есть он не передвигается в свободном каком-то режиме он передвигается все-таки по осям определенным заданным заранее я еще не готов что не есть плохо но я не есть хорошо в любом случае на самом деле неплохое напоминание о том что было когда-то о том какое было первое диабло в свое время насколько я знаю будет довольно много этажей я не знаю сколько их будет конкретно в моем случае опять по идее они должны рандомно генерироваться тот момент что я походу могу и умереть здесь при особых обстоятельствах потому что что-то как-то друзья мои не подрассчитал немножечко ну ладно но как я уже сказал даже если я вдруг здесь по миру помру на этом испытании я думаю это будет для меня не сильно большой трагедии этот варвар давным-давно должен был помереть ведь пока живой впрочем я могу кстати пересобраться в бессмертного короля пойти через вихре у меня вроде бы даже есть сет на это все дело если что я сейчас это даже сделаю наверное впрочем впрочем посмотрю можно еще время знаю насчет т7 не помню был ли у меня на т7 собранный я вспомнил что мне оказывается на самом деле аж три пучка убегаем от них немного бамс 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 так ну и давайте все глубже продвигаться все-таки так сказать этих пещер какой-то странствующий герой получил достижение замечательно что это за достижение кстати говоря убить одного уникального монстра из лабиринта короче говоря здесь тоже овер дохрена различные достижения связанных видимо с прохождением этого всего дела что как бы логично на самом деле паником идем дальше темный путь побывайте на темном пути паке ушки мы переходим видимо дальше так ребятки давайте у меня не будете пытаться убить я хочу выжить здесь не потеряйте и героя по возможности будет на самом деле очень тупо если я его прокакаю но на что поделаешь поделаешь я не знаю что меня честно говоря ждет надеюсь вот и я его не потеряю но посмотрим даже если это будет так будет весело крайне мере мне придется сразиться с диабло и кстати говоря темный путь смотрите-ка это просто одна из таких локаций в которые не обязательно ходить и не прямой путь к диабло так что вот видите здесь тоже есть свои такие локации интересненькие одненько давайте пойдем наверх друзья мои а пойдем искать все-таки дружище диабло даже у дверка есть о мясник с дружище здравствуй как поживаешь давно с тобой как говорится не виделись вот очень круто мы нашли мясника смотрите-ка мы нашли с вами мясника а и получили с него одноручное оружие тесак мясника о новая схема даже давай смотрите как круто прикольненько убил монстр мясник ну он был не сильным честно говоря ладно пойдемте на следующий уровень посмотрим может кто-нибудь в лабиринте будет нас здесь еще ждать из интересных боссов я по крайней мере очень на этом надеюсь хотелось бы кого-нибудь интересненько увидеть по крайней мере мы знаем что мясник находился там же где находились грибочки кое-чьи об и чувством взрыв там не ожидал так ищем кого-нибудь еще видимо дам блин не очень не очень удачной идея разбивать таким образом ну что поделаешь что поделаешь у меня все стоит может сказать на атаку то есть я ни один скилл не могу использовать не атаковав кого-то у меня все скиллы атакующие причем нет скиллов которые атакуют разовый есть определенные заклинания ну собственно сами учили новый уровень уже 500 какой-то не скажу что большое есть люди с намного более высоким парагоном у меня далеко небольшой парагон тем не менее мне так сказать хватает на жизнь и меня это устраивает если здесь у нас тупик возможно где-то там есть что-то интересное если нету я наверно промотаю обратно если есть короче говоря давайте изучать а в принципе может и просто побегаем посмотрим что есть вообще есть пройдемся спальнице короля леорика о мы зашли к реорику я думаю что он на нас уже в обиде немножечко за то что мы с ним не поговорили как следует если как я осмелился мне вот не дали за то что я его не вроде взял прикольную штуку какую-то корона нежити нет так но это король скелет это не леорик поэтому нам надо еще где-то надыбать найти леорика самого видимо в усыпальнице находится только лишь король скелет ну ладно и на том спасибо вот видите в итоге мы можем посмотреть то что все таки есть здесь некоторое такие вот места куда надо заходить где может что-то интересненькое находиться я думаю ладно посмотрим посмотрим еще не все и там сучи у нас вроде бы надо идти до конца уже ринь-ринь-ринь-ринь-ринь побегушки-побегушки ну пока что пока что ничем не отличается от обычного диабла за исключением только вида и некоторых новых локаций которым мы еще с одной стороны не видели с другой стороны вроде как и видели уже ну честно даже не знаю как реагировать нет он прикольно то что они а вернули такой момент выглядит довольно неплохо но при этом знаете ну как сказать все таки все таки наверное несмотря на все это я думаю что специфическое специфическое вызывает на самом деле с одной стороны радость что мы можем пройти и заново вроде как диабло 1 только на движка я диабло 3 а с другой стороны вроде как и собственно да по сути тоже самое диабло до которые мы видели и по сути это типа ничем особо не изменило с ничего не ничего особо нового то мы здесь и не видим уже на сути это же старые боссы только немножко при дизайн их сделали и все остальное выглядит то же самое абсолютно точно так же ну не знаю не знаю не знаю сейчас посмотрим что будет дальше может нас будет что-то интересненько ждать так это лабиринт пятого уровня значит нам нужно зайти попробовать вот сюда вот и посмотреть что там есть если там что-нибудь может быть там ничего нет может будет нас ждать если нет то нет видите нас к сожалению нас здесь ничего не ждало поэтому идем вниз идем дальше в лабиринт и я думаю что в лабиринте нам нужно будет довольно долго блуждать и мы перемещаемся кстати в довольно веселые локации пятого акта и посмотрим может здесь что-нибудь будет более интересненькое веселое а может и нет узнает а чуть из волшебный камень небесное кольцо и кучу различных штучек дрючек вот эти небесное кольцо выглядит именно выглядит прикольно но выглядит стилизовано под первый диаблок как она выглядела бы примерно там довольно интересно на самом деле ох ты ж книга крови и за вратами крови за стенами огня доблесть ждет героя что разбудит он она как я еще не готов так и что мы сделали ага видимо дверь заперта не могу и не стал крови хорошо я понял нам нужно использовать эти камни и потихонечку открывать в итоге эти двери с помощью а эта дверь тоже закрыт да где следующий пьедестал крови простите меня скажите пожалуйста видимо значит какая-то они пока не могу и так а и тогда дверца открытом а а вон она так суда нам случается да ага все я понял короче надо устанавливать на пьедестал и что-то правда я такого не припомню но я пока не могу и возможно возможно все это было в диабло ладненько и что мы получаем получаем броньки оружие а я насколько как бы нажимаю так ну все оружие которое я сейчас получил по идее я мог получить наверное и так то есть она у меня скорее всего уже было ничего нового в данном случае я не получил ладненько тогда ребята проходим дальше проходим дальше нам нам на выход поорали покричали и тут тупик круто зачем сюда зашел непонятно ладно возвращаемся назад но возвращаемся назад и смотрим что у нас будет здесь смотрим что у нас будет здесь скорее всего будет там проход естественно на следующую стадию этого лабиринта по крайней мере я на это очень надеюсь иначе мне смотрите это это прикольная штученция типа как угробики такие чем-то напоминает кстати ну мне лично напоминает сейчас данный момент второй диабло потому что я уже уже я не помню я не помню были ли там такие но по стилизации они больше походят как раз на все таки второй диабло в котором я точно помню такие гробики которые мы даже могли некоторые из них скрывать так что приятно приятно это видеть так ну здесь вроде бы ничего нового мы не нашли окей перчаточки перчаточки всякие там огранки с маркизами при низами кишки нам они не нужны так где же у нас переход на следующую локацию как я заметил локации на самом деле не очень большие они довольно таки маленькие кстати мобы особо я так смотрю меня не отличаются от своих обычных версий поэтому такое так в принципе и то и то на самом деле можно можно просто выбросить потому что она как бы не нужно я думаю я выброшу вот эти вещи если я вернусь сейчас в город я смогу по идее вернуться через свой портал обратно сюда просто я хочу сейчас выбросить то что у меня навыпадало давным-давно так или иначе что у меня сейчас здесь лежало да и оставить только то что у меня будет точнее не то что будет а то что выпало конкретно вот сейчас в данный момент так мне выпало кольцо мне выпало вот это штученцы а мне выпал вот этот вот нож мясника и не упал вот это посмотрим посмотрим что мне еще интересного выпадет вот так все да то что у меня было что у меня было изначально хорошо хорошо посмотрим с вами ребята как мы пройдем дальше на седьмом истязании я думаю что можно было близко кстати у меня такое ощущение что здесь по-моему нельзя умереть потому что у меня сейчас было пред смертное здоровье так ну-ка чё это за исчезающие монстры это что-то вот это что-то новенькое нужно они точно не исчезали раньше это сто процентов не было такого я бы запомнил за залом героев находится в плане гостей смерть и забвение постигнет каждого кто покусится на ее сокровища так установил владыка ужаса и так записаны здесь ну посмотрим что нам противопоставит так сказать владыка ужаса ой я мог спуститься но я почему-то не спустился простите пожалуйста палата костей и в нее надо зайти я почему-то подумал что это просто пустота вот мы как раз находимся в палате костей и сейчас мы будем смотреть что же что же там интересного есть такого а еще не готов давайте друзья мои собирайтесь к жду вас здесь ребяточки ребятушки вроде бы довольно таки нормально прохожу пока что особо трудностей не встречая на пути в принципе вот обычных скелетов не факт что их и встречу крайне мере сильно много впрочем здесь и нет по сути никого да и должно ли на самом деле быть даже не знаю то что есть то есть вроде больше никого и нет скорее всего это просто такая локация которая проходная как я уже встречал только только недавно еще одну такую же вы видели видимо это вторая такая же локация проходная ладно идем дальше что уровень лабиринтов у нас надеюсь что нам покажу что-то интересное я не думаю что я здесь найду какие-то прям плюшки 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 я открою уже в конце после прохождения если мне удастся конечно за этого героя пройти а полностью взорвали его отлично покричали немножечко и нам вот сюда окей нам все-таки в эту сторону ладно идем дальше что же нас ждет что же нас ждет я хочу все-таки тоже что-нибудь интересненькое мясника я например встретил я хочу встретить еще кого-нибудь типа мясника где живые где живые злые боссы лабиринт уровень 7 хорошо идем дальше идем глубже в этот лабиринт там по идее должно быть более 10 уровней проверим как раз насколько здесь больше чем 10 уровней так и далее какое-то одноручное оружие возможно тоже имеет схема может схема добавляется автоматически скорее всего даже пошли более разветвленные лабиринты книга слепых взгляд мой пронзает сумрак ночной тени скрываются за пеленой чуть шелохнешься они пропадут словно кошмары в предсмертном бреду падшие души блуждают в темнице хищно горят их пустые глазницы тем чьи тела изувечны тьмой залы слепых стали слушайте а вот это кстати прикольно зала слепых то есть мне надо пройти через некоторый так сказать лабиринт небольшой да в котором меня ждут некоторые опасности видите тут есть некоторые враги которые меня нападают я думаю что они не присовет особой опасности потому что у меня есть лавины вот такая да и все таки карта у меня тоже присутствует поэтому такое на самом деле падненько поглядим хотя вот меня сейчас довольно нехило покоцали на самом деле я ещё не готов теперь проходим все дальше очень прикольная анимация смерти кстати говоря у и злодеев так сказать мне понравилось тих 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 вы че как-то это вы чет как на меня набросили с очень большим оптический амулет давайте будем подбирать всякие вещи которые выглядят как-то скажем так странно крайней мере так или иначе странно на мой взгляд ребята все продолжают у меня нападайте кстати блин довольно жестко они бьют и как смотрю несмотря на то что это истязание седьмое не слабо мягко говоря ладненько 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 так вас зал слепых закончился небольшой ничего особого здесь просто видите был всего лишь сундучок больше здесь по сути ничего и не был такие вот дела такие вот пироги как говорится ладно идем дальше идем дальше бежиме даже сказал так бежим обратно выходим из этого зала идей вышли из него отлично и мы с вами можем направляться вот сюда потому что мы здесь мы еще не были как раз куда нам с вами надо были старые какие-то вот эти вот горгуль и которых сто лет не видели появились кислотные бестии вот эти тоже по уму их не было они точно были во втором диабло насколько не изменяет память я могу ошибаться но в общем монстры появились новые так что уже 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 заметил что я был немножко неправ все-таки некоторые нововведения в плане как минимум монстров есть вот эти же самые горгури бьют кстати очень довольно больничая как и собачки что посмотрим посмотрим может диабло все таки сможет нас чем-то более интересным удивить и угол какой-то мощный пояс давайте поглядим что же здесь интересного такого есть быстренько быстренько продвигаемся окей короче мне что-то вы выкинул зарпезумец который не сказал ни слова но при этом что вам не скину хорошо мы бежим дальше и попытаемся что-нибудь интересное там найти возможно мне даже повезет так окей ушки у нас здесь сверху находится кроме этой элитки у нас здесь ничего и не находится на уж здесь идет проход наверх который нам на не нужен мы откуда пришли значит нам все-таки видимо вниз видимо вниз видимо куда-то вот сюда и даже здесь видите уже наш герой сообщает что уже здесь нам довольно-таки жидковат нужно еще время ага сразу можно перейти на 10 уровень нет давайте мы сначала посмотрим что же может быть здесь что то есть что есть куда идти мало ли мы же не просто так здесь бегаем правильно так что здесь есть что-нибудь но должно же что-то быть не просто же так здесь сделан переход в другую сторону а сундук хорошо допустим глянем еще этот сундучок но перед этим я думаю что сейчас посмотрим что здесь еще есть хорошо светили щеки допустим думал что он выживет черный гриб гнилой серьезно вот этого гриба исходит такой смирать словно он не просто сгнил его если его закинуть хотел получится особо отвар ну ладно хорошо мы нашли какой-то гриб который видимо 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 что то что то будет делать я я знаю что есть еще гриб для создания палки но по идее это какой-то другой гриб видимо хорошо я вас как говорится понял ладно так здесь есть что-нибудь хорошо выглядящие видимо нет видимо там нет ничего хорошо выглядящего поэтому пойдем куда-нибудь дальше пойдем куда-нибудь дальше пойдем куда-нибудь дальше и давайте посмотрим что у нас может ждать собственно дальше то же самое 10 уровень поехали на 10 уровень мертвый простолюдин а слушайте я походу понял а помните нам говорили о том что один труп можно оживить с помощью отвара или что-то в этом духе видимо это вот в этом тема так хорошо хорошо я понял вроде как так здесь вроде все то же самое это даже так я еще не готов и смешать и все и смотрим на эти веселые развилки. Возможно, одна из них приведет нас к чему-то интересному, а может и нет. Например, эта нас привела к тупику. Так, значит нам в обратную сторону, либо в самый низ. Тут как бы два варианта всего. И здесь нас ждет путешествие на 11 уровень, значит если мы заглянем вниз, то, возможно, нас там что-то будет тоже ждать. А может нас ни хрена там не будет ждать, но заглянуть туда все равно надо. Если там ничего не будет, опять-таки промотаем. Это не так долго делается. Так. Что же у нас снизу? А снизу у нас... Собственно, ни хрена у нас снизу, собственно, и нет. Зря только шли. Ладненько, ладненько, ладненько. Давайте тогда бегом быстренько назад. Нужно быстренько бежать. Чтоб все это дело сделать. Быстренько пробегаем и заходим на 11 уровень лабиринта. Сложность, естественно, не повышается, я так смотрю. То есть остается истязание, все то же самое. Ничем оно не примечательно. То есть как стандартное. Так что... Ладненько. Ладненько. Быстренько бежим дальше. Не обращая на все это внимания. Собираем денежку. Здесь вот можно взять. Был даже опыт отличный там. Агась. Ух ты ж, нифига, он меня задел так. Мне ж понравилось. Ладно. Лучше немножечко назад отойти. У меня пока не восстановилось то, что. Ну, теперь. Посмотрите, какая прикольная броня. Напоминаю, я просто собираю все интересное, чтобы оно... Чтобы оно было. Чтобы оно было. Так. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Бежим дальше. И смотрим. Смотрим. Я надеюсь, я пока встретил только мясника и подобие короля скелета. Ну и то. Смутно его. Очень смутно напоминающего. Окей. В залах. Лирорика. Переходим на 12 уровень. Задание все то же самое. Убить владыка ужаса. Собственно, здесь еще не меняется пока что. Посмотрим. Пока что, пока что мы видим, что у врагов на самом деле не так уж и много. Ну, в принципе. В принципе, это такое. Довольно специфически, так сказать. С одной стороны не очень много, с другой стороны вроде и много. Так, здесь пик, значит нам надо все-таки наверх. Что у нас здесь сверху? Какие-то бочки. Еще фигня непонятная. Так, оп. Принус элитка. Все безнаказанно. Все как всегда. Ладно. Ну, пока меня лично все более-менее устраивает. С моей точки зрения все более-менее здесь нормально сделано. Посмотрим. Насколько. То есть еще интересного есть. Здесь четкие фишечки запрятные, которые я пока не видел просто. Сюда вот если пройти, что надо будет интересного. А ни хрена там интересного нет. Ну, а здесь просто, скорее всего, проход в центр, да? Тоже, скорее всего, ничего интересного не будет. Так, отвалите от меня, ребята, пожалуйста. Мне интересно с вами общаться. Да, здесь тоже ничего нету. Хорошо. Тогда просто пробегаемся дальше. Музыка, кстати, стала немножко странной. Такой более... Стремный, мягко говоря. Это дело такое. Ладно. Локации примерно... Примерно похожи. Посмотрим, что... О, о, мы уже... Видите, владыка нам говорит, что он уже близко. Чтобы мы боялись его. Молодец, не так. Такое мы видели, в принципе говоря. Движение, кстати, мобов, о чем я забыл сказать, тоже сделано довольно стилизованно под графику того времени. Что определенно дает некий шарм игре. На мой взгляд, выглядит довольно прикольно. Я еще не готов. Так. Продолжаем зачищать локацию. Стандартные пока что для третьего Диабло. Вид. Ничего пока там. Вот сейчас мы не видели в данном этаже. Здесь плянт из стали. А вон она, что. Давайте посмотрим. На этом полководце, как долго он продерживает. А тут все? Да, я чувствую ваш страх. Ну, ничего, так-то, ни о чем. Впрочем, герои довольно сильные, поэтому двояко и ни о чем. Ладно. Примещаемся на 14 уровень уже. Повторюсь, я на самом деле не знаю, сколько там точно должно быть уровней. Поэтому, если их стандартное количество или каждый раз меняющееся количество, это было бы, конечно, интересно мне узнать. Надо будет почитать потом. Но пока что я могу сказать, что это будет определенное количество, которое будет в данном видео. Может их больше, может меньше. Вдруг, например, проходил за 16 этажей. Возможно, здесь тоже будет 16. Мне сложно сказать. Я не знаю. Я не проходил. Так, пока все по стандарту. Ничего новенького нам не падает, интересненького. Я чувствую прилив сил. Так. Ладно. Бежим. Бежим дальше, друзья. Мы, кстати, получили еще одну прогонщику. Лохданом? Серьезно? А мы нашли Лохданана. А если вы помните, это тот крестоносец, который нас встретил, когда мы нашли нашего друга. И помощника в третьем Диабле. Диабло. В третьем. Только тогда он был еще более-менее жив. Сейчас он более-менее мертв, так сказать. Ну, ладненько. Так, видимо, мне надо куда-то вниз. По всей видимости. Ну, по крайней мере, я сделаю такой вывод, потому что... Иначе, собственно, мне куда. Пятнадцатый уровень у нас. Я еще не готов. О, появились магистры. Помнится, в свое время эти засранцы доставляли немало проблем. Здесь они, видимо, таких проблем доставлять уже не будут. Ну, что является определенным плюсом, наверное, все-таки. Может и нет, не знаю. Может и будут доставлять проблемы. Кто их знает, собственно говоря. Кто, друзья мои, их знает. Я лично без понятия. Будут они здесь доставлять какие-то проблемы нам с вами или не будут. Так, ну... Я лично пока что новых вещей и шмоток не вижу. Или просто не замечаю их. Так, ну, пока нам ускорение дали. Я думаю, можно пробежаться вполне себе. Замечательно. Так, здесь вроде тоже ничего. Вот так сделаем. Пропрыгаем. Нечестивый алтарь. Мы, походу, добрались. Это шестнадцатый уровень. Значит, здесь все-таки всего лишь... Всего лишь шестнадцать. Видимо, это все-таки последний уровень. Который ждет всех игроков. Видимо, здесь и фиксированное количество. Вот он. Здесь какой-то тоже, видите, такой полный... Нечестивый алтарь, что ли? Я даже не знаю. Нам требуется убить Владыку Ужаса. Да, все закрыто. Значит, нам что-то нужно найти, чтобы что-то открыть. Ага. О-о-о. Так. Тихо. Хе-хе-хе. Окей. Я... Я понял шутку юмора. Красное ворожея. Простите, мадама. Я должен вас немножко поубивать. Так. И здесь архиепископ Лазарь. Я еще не готов. Который получает от нас тоже люлей. Затуманимый кристалл. Божественная броня. Ага. Сапоги. Все остальное неинтересно. И мы перемещаемся, видимо. Ага. Вот лабиринт. 16. 16 уровень лабиринта. Ну, на самом деле, в некоем смысле все-таки 17, мне так кажется. Я пока не могу это открыть. Так. Дверной рычаг, простите, пожалуйста. Интересная такая система. Не, ну, в принципе, как-то. Она относительно интересная, потому что такое уже тоже было. Ой. А вот и сам. А вот и сам владыка лжи. Владыка ужаса. Я еще не готов. Ой, не дыши на меня. У тебя плохо пахнет изо рта, как всегда, собственно говоря. Пожалуйста, не надо на меня, пожалуйста, дышать. У тебя плохо пахнет изо рта, как всегда, не надо на меня. У тебя плохо пахнет изо рта, как всегда, не надо на меня. Пахнет. 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 Ну, в общем-то, как-то вот так вот И осколок красного камня души Наручи, маркизы Сейчас я объясню, что произошло Если кто не в курсе, то В первом Диабло Мы убивали человека, у которого в голове был как раз красный камень Вот такой вот в его голове находился И шутка юмора в том, что этот красный камень Позволял управлять, насколько я опять-таки помню Этим человеком, его мог захватить Диабло, короче говоря И теперь у нас появилась возможность вставлять этот красный камень в голову Как видите, можно вставить шлемы с гнездами Он вокруг героя, периодически возникает расширяющееся кольцо огня Настоящая 12500% урона от оружия всем противникам, с которым оно соприкасается Когда герой повышает свой уровень в течение последующих 30 секунд Его умения не расходуют ресурсов Время восстановления сокращается на 75% Вот такие вот дела То есть этот камень, проще говоря, очень удобен при прокачке Теперь давайте посмотрим, что же мне все-таки выпало интересненького И стоит ли вообще ходить, смотреть, что здесь вообще есть Или просто стоит забить на это подземелье Пройдя его один раз, выполнив какие-то достижения Я уверен, что это лишь малая часть того, что может выпасть Но тем не менее, давайте посмотрим Войнительный клич на 10 секунд увеличивает скорость передвижения героя По ваших подвозить союзников Так, ледяное сердце, но мы его знаем Это тоже хрень Черный страж мы тоже знаем Тоже это хрень Ну и, естественно, наладные щитки сичерона Это основные умения восполняют 5% от недостающего здоровья Ну, такое, такое Собственно, как и любые другие вещи Сложно сказать, стоит ли проходить все это дело или нет Думаю, что, наверное, все-таки не стоит Но, тем не менее Тем не менее 20-летие Диабла Отмечается возвращением вот этого тристрама Я лично считаю, что Все-таки, наверное, проходить его Стоит Потому что Это интересно Это возвращение К истокам того, с чего все начиналось Также, помимо всего прочего Для любителей Для любителей Опять-таки Опять-таки для любителей все-таки Старого Диабла Если они его нравятся и вам На игре, начав Ее персонажем первого уровня В позе события падения тристрама Проще говоря, я должен зайти Персонажем первого уровня И попробовать Убить Владыку Ужаса Ладненько, что я вам хочу сказать Дорогие друзья С вами был, как всегда, Резерсиры Я надеюсь, что вам понравилось это маленькое видео Ну, как маленькое В любом случае То, какое получилось Я очень надеюсь, что вам оно понравилось Если же нет Что ж поделаешь Ну, а Я лично хочу Сказать, что Я доволен Тем, что Близзарды ввели Такое маленькое дополнение Это хотя бы Ненадолго разнообразит Довольно Скучные будни Диабло Также хочу напомнить Что с завтрашнего дня Именно шестого числа Открывается девятый сезон В Диабло И мы снова сможем с вами Создавать сезоны героев И проходить Покорять И делать много интересного А также получать новых питомцев Питомец, кстати говоря Похож на Маленького Маленькую копию Одного из боссов Из игры Тени колоссов Ну, лично мне Он напомнил именно его Вот такие вот дела Ну, что ж На этом я хочу с вами попрощаться Всем удачи И пока-пока С вами был Как всегда Близзертир Свидимся